здравствуйте уважаемые зрители на канале дача супер сегодня мы на даче у нас дачный обзор и хочу начать его с арбузов я уже показывала что у нас компостной кучей выросли арбузов мы две недели не приезжали вот такие у нас красавчики 32 огромные плети тянутся вот где-то тут 2 еще где 2 а вот 2 один длинненький другой кругленький вот созрели у нас помидоры есть парочка кабачков иду собирать урожай арбузы будут позже пока что есть овощи у нас очень сухо мы две недели не приезжали вот у нас выросла тут парочка кабачков кабачки цукини такой зелененький есть тут какая-то тоже его заберу все равно он больше не вырастет по подсыхали кусты видно что нет влаги дождя у нас нет три недели а у нас тут все естественный полив на даче у нас нет специального полива все растет естественно дождались мы что созрели все черри в кисти вот я срезаю все крепкие держатся вот такая красота эта кисточка небольшая есть побольше вот здесь тоже почти все вот вот красивая кисть вот красивая кисть много еще зреют очень-очень медленно красивый куст свежие зеленые листья вон кисти все образуется и образуется вам до самой верхушки то крупноплодные но они у нас в этом году какие-то не очень крупные куст высох на нем даже листьев нет рядом еще зеленые томаты в общем как-то не очень комфортно в этом году мы уже подсверзали верхушки чтобы они хотя бы дозрели это сорт томатов gold camel так это очень мелкие все от недостатка влаги сейчас поищу может есть крупнее но особо крупных нет вот такие может они такие должны быть хотя надо почитать точно какой размер так они чуть-чуть крупнее черри томаты брискалина очень хорошие для консервирования так тоже хотела чтобы созрели ветки но судя по всему не дождусь поэтому срежу плоды обычно они крупнее но мы не удобряем вообще ничего посадили может быть конечно и надо чем-то удобрять как-то чтобы они были крупнее но мы посадили и ждем урожай больше ничего не делаем это сорт томата red hunter похоже на брискалина он даже упал сразу в руку немножко крупнее такие сливки симпатичные для консервирования вот красивая кисть но все созревает не одновременно поэтому те что покрупнее срежу и тогда быстрее созреют оставшиеся рядом вот red hunter здесь у меня растет и вырос томат вот такой мы такой не сажали не знаю что это за сорт видимо попались в пачке семена вот такой вот интересный сверху здесь вот висят такие они длинненькие но у меня есть еще здесь сорт орлиный клюв может быть это они на этот немножко закругленный клюв получился здесь у нас сорт томатов король королей вот такие должен быть очень крупный вот здесь вот есть уже созревший я его срежу вот такой эти еще зелененькие сверху ну вот посохла все у нас вот они же уже срезаем и верхушки чтобы созрели те плоды которые завязались перцы у нас уже сразу вяленые так вот вот особый сорт можно сразу банку порезать его банку залить маслом ну подвяли в общем вот такие страшненькие висят мы сегодня конечно польем но вот эти даже колобки чуть-чуть покраснели но зрелище не очень красивая ну что поделать что есть то есть там от зеленый тигр сейчас покажу какие они вот какие золотисто зеленые вот тут вообще такие красивые вот это спелые томаты я собрал класс черрика черрики сегодня такие красивые собрали жалко что они всеми гроздями не спит но вот одна гроз есть полная вот еще одна а эти срезаем так вот срезаем смотри как ага срезаем постепенно жалко вот эти срезать они еще будут зреть мы сейчас наоборот их освободим от спелых и на следующий раз уже все которые будут зелененькие все они у нас созреют вот эти бурые тоже снимаю потому что они прекрасно доспеют все теперь мы дали свободу всем зеленым следующий раз их будет еще в два раза больше сорт перцевидный к сожалению еще не созрел вот такие огромные высокие кусты вот какие крупные крупнейшие тут немножко начал бурить они красного цвета 8 интересно у нас томаты в этом году orange blue называется какой-то странный сорт огромные высоченные кусты и красивые зеленые с огромными листьями томаты начинаются на уровне метр от земли вот пока что еще все зеленые такие красивые вот она у нас целая грядка тут где-то 10-12 кустов но еще ни одного спелого они еще цветут вон там красивые крупные смотри там дальше вот они и дальше он красивые какие в общем тут все этот сорт но когда он созреет пока не знаю вот его размер красивый зеленый свежий такой как может сказать молодой куст зачем вот еще один кабачок у нас есть мячик рядышком здесь растут перчики это другой сорт это итальянские такие высокорослые вот один уже желтенький тут перца выглядит конечно получше чем в грядке наверно тут же можно срезать что тут еще тут у нас когда-то были огурцы даже есть какой-то один будет в салат сейчас еще посмотрю а вот есть еще этот маленький не будут этот маленький вот еще такой вот еще ой какие они вялые в общем урожай огурцов вот такой у нас красивый помидоры в горшке хочу вам показать вот как они выглядят это похоже сорт розалито я забыла вам показать его там в грядке там уже созрели томаты но эти посажены намного позже недельная на на три позже чем в грядке вот здесь такие же вот они будут немножко позже эти помидоры мы поливаем когда приезжаем заливаем вот эти ведра и тут земля в общем-то относительно более влажная чем-то что вокруг так что в принципе очень хороший метод но следующем году мы его попробуем уже ну чтобы он реально сравнить нужно сажать одновременно с помидорами в грядке пока что сравнить здесь не с чем из-за того что они посажены немного позже парочку томатов есть собрали урожай выкопали картошку алыча созрела у нас помидоры кабачки это самый большой урожай за все лето на сегодня все спасибо за внимание всего доброго до свидания